Приветствую вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, пусть Он коснется ваше сердце. И прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы обратиться ко всем, кто сейчас смотрит. Я думаю почему-то, что больше всего смотрят верующие. И поэтому мое слово будет к вам, дорогие друзья, тем, которые приняли Иисуса Христа и заключили с Ним завет через водное крещение. Я хочу к вам обратиться с очень такой просьбой от имени Бога. Наше окружение должно быть в курсе, друзья, как попасть на небо, как с этой земли перейти в жизнь вечную. Мы для этого и оставлены жить на земле. Это минимум для каждого христианина, кто живет, чтобы наше окружение, те, которые близко к нам, они были в курсе. Просто уведомить их, рассказать им, информировать их, как сделать это. Потому что многие люди, они как бы живут, обманывая себя, думая, что они верят в Бога, но как спастись, они не знают. И большинство людей так. Если ты у них спросишь вопросом, где вы будете проводить вечность, они не знают. Они говорят, там Бог посмотрит. Это говорит о том, что они вообще ничего не знают, вообще не читают Библию, вообще не живут по Евангелию. Как будто они просто верят в существование Бога. Поэтому наша ответственность, вот как родители, знаете, проверить, все ли у них в порядке, и позаботиться о них. Так же и наша, как духовная ответственность, а тех людей, которые нас окружают, быть просто, знаете, не навязывать их, но как бы постараться убедить их. То есть просто информировать их. Потому что многие люди, например, говорят, что мне не надо, но ты главное сказал ему. Итак, тема проповеди будет называться «Вера и долготерпение». Сегодня мы можем слышать учение о вере. И, к сожалению, могут быть некоторые искажения. Какие, например? Например, тебе говорят «Верь! Верь!» И ты увидишь славу Божью. Аминь! Аминь! А если слава Божья задерживается, то что нужно? Нужно продолжать верить и терпеть. А когда ты веришь и терпишь и не видишь, что делать? Значит, верить и долготерпеть. И тема так и называется – «Вера и долготерпение». Халилюя! Недостаточно просто верить, хотя это и необходимо. Мы, как верующие, это корень нашего слова, да, слово «верущие», верим в Бога. Важно уметь ждать. Как в притчах написано, что долготерпеливый, да, лучше храброго и лучше завоевателя города, который умеет ждать. Некоторые вещи нам в жизни нужно просто ожидать. И мы не можем их, возможно, сразу получить. Некоторые вещи мы можем получать сразу по нашей вере, потому что все готово, все подготовлено, у тебя правильный возраст, демоническая, как бы, атака разрушена. Ты просто получаешь свое чудо, как та женщина, которая страдала кровотечением, моментально. Ей не надо было долго ждать. Ей нужно было встать со своего места, пойти прикоснуться к Иисусу и получить. Она не ждала долго. Она, как бы, ждала долго, но когда это было обращено с Иисусом, вместе взято, сделано, то она получила моментально. Но сегодня мы больше будем говорить об Аврааме. Авраам назван отцом веры. Отцом. Потому что он был как первый, кто поверил Богу. Так, как Авраам поверил Богу, мало кто сегодня верит. Мы должны понимать, что Авраам жил в цивилизованной стране, в Орехалдейском. И даже ученые раскапывают и говорят, что там была канализация. Там была, как бы, цивилизация, можно так было сказать. Там не было жизни, как, знаете, в каменном веке. И Бог вдруг сказал Аврааму, встань, возьми всю свою родню, жену, и иди в страну, которую я тебе укажу. И я от тебя произведу великий народ. И просто представьте, такое слово, встань и иди туда, а я тебе потом скажу. И представь, например, Авраам приходит в дом своего отца и говорит, Бог мне сказал идти в страну, которую он мне укажет. Он спросит, окей, как страна называется? Вот что в случае Авраама делать? Что? А страна как называется? Я не знаю. И вот тогда и начинаются смешки, надсмешки, знаете, такие разные, ну, как бы, странные взгляды в твой адрес. Когда ты не можешь полностью все сказать, ты не можешь открыть волю Божией. Потому что ты и сам ее не знаешь. Но ты знаешь, что у тебя есть Бог, твой компас, твой навигатор, он обязательно тебя приведет. И Аврааму нужно было преодолеть все. Преодолеть все. Все сомнения и ожидать от Бога. Когда Бог приведет его в эту страну. А вы знаете, что Авраам сейчас в этой стране? Написано в вере, люди, умершие в вере, не получили обещанного. Так что, неужели Бог подвел? Неужели Бог как бы обманул? Неужели Бог просто не смог, что-то не справился с чем-то? Нет. У Бога, у Него жизнь, она на самом деле, она начинается здесь, но она, основное ее, как бы продолжение, оно в вечности. И те подарки, которые получил Авраам, те благодарности, почести, отлично от самого Господа Бога, он получил там, не получил здесь. Он не был бедным, он ни в чем не нуждался, в старости появился сын, но Бог ему обещал нечто большее, у тебя будет детей, как в песку морского. И знаете, можно, если плотски подходить, то не было у него столько детей, не было, как в песку морского. Но, Бог не смотрит только на сейчас, на твою ситуацию, Он смотрит на всю твою жизнь, Он смотрит, что от тебя произойдет, от твоего послушания. Если спросить любого верующего, хочешь ли ты получить ответ на свою молитву сразу, вот ты помолился, попросил у Бога, и сразу Бог тебе ответил. Скажите, большинство, да, 99,9, наверное, скажет, да, конечно, я поэтому и молюсь, чтобы получить, и получить сразу. А что, если Бог, например, услышал твой ответ? А что, если Он подготавливает, например, твой подарок запаковывает, Он говорит, хорошо, я тебе дам, то, что ты хочешь, то, что я тебе обещал в слове, у тебя есть вера в это, ну, подожди, дай мне завязать твой подарок, обернуть его. И человек начинает, знаете, быстро-быстро приходит в это же старое состояние, сомнение. О, наверное, это был не Бог. О, наверное, это я глюканул где-то. Наверное, я неправильно понял. Наверное, я не настолько хорош. Наверное, я допустил какую-то ошибку. И теперь все, все, дисгармония. Бог говорит, нет, я тебе продолжаю завязывать, ангелы тебе запаковывают. А знаете, как Бог говорит, что человек, который, например, щедро сеет, ему будет тоже щедро, меру наполненную, нагнетенную и утрясенную, отсыплется в лоно его. Знаете, Бог вот в это время, Он заметил тебя, и Он тебе начинает насыпать благословение. Вы знаете, если выходили на рынки, особенно на такие, на восточные рынки, да, южные люди продают, то там вот, когда специи, например, я помню, в России был просто на рынке, они насыпают тебе такой вот маленький стаканчик со специями, высыпают в пакетик, и еще берут, и еще высыпают тебе, просто сверху так. Знаете, вот это вот такой вот подчерк, что Он тебе как бы с любовью это делает, Он тебя нагнетает, как бы больше дает, чем Он как бы хочет утрамбовать, чтобы больше тебе дать. Вот так и Бог. Представь, Бог совершенно на тебя смотрит по-другому, а ты воспринимаешь себя на старом опыте. Вот я не такой, вот я плохой. Бог тебе говорит, через моего сына ты становишься только хорошим. И теперь представьте, например, ты думаешь, вот я такой плохой, наверное, я Богу не угодил. Ты такой стараешься к Богу, неправильно его воспринимаешь вообще. В этот момент ты воспринимаешь Бога, как ты себя сам видишь, но Он думает совершенно по-другому. Бог тебе говорит, я вообще не думаю, как ты, я тебя все равно люблю, я все равно тебя ценю. Ты праведный только через моего сына. И представьте, другой человек, например, такой праведный, так все-все правильно делает в жизни. А Бог ему так же говорит, я, ты праведный только через моего сына. Да, ты дисциплинированный, дисциплинированный, да, ты хороший, прекрасный человек, но не забывай, что ты праведный только через моего сына. Что тот, что тот, что тот с минусами, что это с плюсами. Все равно праведность приходит через Иисуса. Мы, как зрелые христиане, должны понимать, что есть ответы быстрые и есть также с задержкой. Мы все помним историю о Данииле. Он решил молиться, он решил искать Бога, он решил искать вопрос насчет своего народа, насчет будущего, насчет исхода. И вы представьте себе, на 21 день, на 21 день, вы просто себе представьте, он постился. Многие, например, копируют пост Даниила, но он просто, он должен был что-то есть. Он нигде такого поста не читал, он просто должен был что-то поддерживать, овощи там, вкусного хлеба я не ел там, так далее, мясо тем более, просто там ел что-то. И вдруг ему ангел приходит и начинает говорить с ним. И он говорит, Даниил, молитва, которую ты начал молиться, моментально достигла престола Божьего. Моментально Бог готов был тебе дать ответ. Но! Есть но! И мы должны, как зрелые христиане, понимать, что есть духовная битва. Есть духовная война. И когда, прежде чем ты получишь благословение Божие, обетование Божие, просто представь, обетование это то, что Бог тебе обещает. Если ты поверишь, Бог тебе обещает это дать. Он тебе обещает это дать. И вот просто представь, что дьявол-то этого не хочет, чтобы ты получил. Он этого не хочет. И он всячески будет атаковать посланников. И в духовном мире может произойти битва. Мы знаем на земле, что когда, например, есть преступники, есть гангстеры, их, например, окружает полиция. Бывает так, что они сразу не сдаются. Они отстреливаются. Они просто не сдаются. И идет между ними перестрелка. Пока не будут они ликвидированы. Пока они не будут обезоружены. Так же и в духовном мире. Вот ты встал. Ты встал на Слове Божьем. Ты поверил Слову Божьему. Бог говорит тебе. Ранами Его ты исцелен. Это обетование Божие для каждого человека, для каждого, кто поверит. И ты поверил. Но вдруг ты не видишь это физической жизни. Ты не видишь это в своем теле. Тебе нужно стоять на этом дальше. Тебе нужно продолжать верить. Потому что в духовном мире идет битва. Дьявол тоже не глупый. Он понимает, что если ты прямо сейчас легко получишь свое чудо, свое исцеление, что с тобой произойдет? Ты расскажешь другим. И другие тоже получат исцеление. А это грозит ему то, что он потеряет всех клиентов, всех рабов своих. И кто будет строить его пирамиды? Поэтому он всячески блокирует в жизни христианина. Он говорит, что не допустите, чтобы он не получил ни одного благословения. Потому что если он получит, он утвердится в этом. Он увидит, что Слово Божие работает. Поэтому всячески блокируйте, блокируйте, блокируйте. Посылайте, нагнетайте ему сомнения, чтобы он не принял это благословение. Потому что когда человек принимает благословение, он становится ответом для других людей. Как Лазарь. Воскрес из мертвых. Что Лазарь сделал? Но многие во Христа уверовали. Многие уверовали в Бога. Потому что видели вот это свидетельство живое. Только что человек был четыре дня во гробе. Все люди знали, что в этом доме произошла трагедия. умер человек, умер мужчина. Уже пришли, поплакали, поели, уже, может, посмеялись, что-то вспомнили про него, смешное там или что-то. И все уже высказались, и все уже опустошились. И Бас воскресает из мертвых. Ну как так? Где логика? Вообще, как это объяснить? И он воскресает из мертвых и рассказывает всем людям. Рассказывает, что с ним произошло, что он видел. Люди начинают верить в Бога. Поэтому не печальтесь, не как бы не оставляйте это. Продолжайте верить. Продолжайте ожидать обетования Божьего. То, что Бог вам обещал. Продолжайте стоять в молитве, потому что вы не знаете, какая сейчас битва идет в духовном мире. И к Даниилу пришел ангел и сказал, Даниил, твоя молитва сразу была услышана, но мне противостоял нечистый дух, контролер, который за этот регион отвечал. Он противостоял, и нужна была помощь и так далее. И все это мы видим в Библии. Иногда есть причины, почему нужно ждать. Иногда это демоническое сопротивление. Демоны стоят, именно блокируют твое исцеление. Их цель, такая же цель, как волн. Помните, когда Петр пошел по воде к Иисусу, встретиться с ним на воде? Петр сказал конкретно свой мотив сердца. Можно я приду к тебе по воде? К тебе. Иисус, я хочу встретиться с тобой совершенно не на земле, совершенно в другом измерении. Я хочу встретиться. И он вышел. И волны, они сразу же начали бушевать. В принципе, там и был противный ветер, но он как-то в этот момент, когда разговаривал с Иисусом, он не замечал этих волн. Они как будто были для него, знаете, не существовали. Вот когда Иисус сказал иди, и все, и он пошел. Но вдруг он заметил эти волны. Вдруг волны тебе будут всегда сообщать ужасные новости о тебе, о твоем будущем и так далее. и ты должен принять решение, что ты не будешь верить негативу, ты будешь слушать Иисусу. Он тебе сказал короткое слово иди и на всю жизнь запомни это. Иди, продолжай идти, никогда не останавливайся. Итак, это были демонические волны, как бы волны, которые в принципе были естественными, но демонический страх на него нашел, он испугался и начал утопать. То есть у него произошло неверие. Всегда, когда ты будешь верить в Бога или решишь верить в Бога, всегда придет атака. Всегда. Потому что твоя вера должна провериться, насколько ты веришь в Богу. Будешь ли ты верить в Него, когда не будешь видеть Его? Будешь ли ты верить в Него, когда ты не будешь чувствовать Его? Знаете, как многие люди говорят, я чувствую Его любовь, я чувствую его благость и так далее. А если ты не почувствуешь день. Я тоже чувствую Божью любовь, а иногда не чувствую. Но я верю в нее. Итак, есть причины, по которым нужно ждать. Нужно верить и нужно ждать. Евреям, 6 глава, 11 стих. Давайте мы прочитаем. Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Мы не видим здесь только верою. Мы не видим, здесь не написано, что давайте подражать тем, которые верою получили обетование. Хотя 11 глава евреям говорится, что они верою, 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 верою получали, верою угошали силу огня, закрывали пасть львам. Ну вот иди, попробуй проверь свою веру. Закрой пасть льву. Даже собаке злой, попробуй закрой пасть. Но верою они это могли делать. Верою они побеждали без всякого оружия. Они побеждали врага. И знаете, есть еще такое местописание, где говорится в Якова о Иллее. Пророк Иллея был. Яков пишет и говорит, что Иллея был человек, подобный нам. Не был он сверхъестественным. Он был такой же самый обычный человек, как ты и я. Но как Павел, как дальше пишет автор о Яков? Он пишет так. Помолился Илле, и не было дождя над Израилем три с половиной года. И дальше он пишет, помолился Илле, и пошел дождь. И все кажется просто. Все кажется для нас просто. Но на самом деле, если мы будем изучать, то мы увидим, что Илле, чтобы пошел дождь, молился семь раз. Семь раз молился Илле. Это означает, что он помолился с верою. Или он бы и не молился, если веры не было. Он же был мощным человеком, мощным пророком. Он такие вещи мог творить. И вот он молится, молится и говорит отроку своему, иди посмотри на гору, есть ли облако, надвигается ли дождевое облако. И представь, юноша бежит на гору, да, отрок, 12-13 лет, бежит такой на гору, забирается такой, смотрит, смотрит, еще внимательно смотрит, пытается увидеть, даже в своем воображении он не видит облако, потому что облако, это был дефицит над Израилем. Не было дождя, три с половиной года, была смерть, была засуха. и он печально идет к пророку и говорит, нету облака. Представьте, тебе, ты муж Божий, по твоему слову, все происходит. Ты царь, как будто бы, такой, знаешь, над проблемами, ты владыка. И представь, ты помолился, приказал небу, и ничего не произошло. И юноша тебе говорит, этот отрок говорит, нету никакого облака, сэр. И сэр начинает дальше молиться. Он верит и ожидает. Он помолился второй раз. Яков, он вдохновляет нас, чтобы мы начали верить. Но когда мы думаем, что так все легко, как 2 плюс 2, то изучая Писание, мы видим, что есть вещи, когда нужно ждать. Акцент сегодняшнего слова, сегодняшнего послания, на то, чтобы мы умели ждать. Это хорошо, что мы верим Богу, мы доверяем Богу, мы верим Ему больше, чем остальным всем фактам. Но умеешь ли ты ждать? Я хочу сказать ко многим верующим, что вы получили бы свои ответы на молитвы, если бы вы продолжали ждать. Если бы вы только продолжали ждать и не начали бы роптать. Как одно я увидел хорошее высказывание о ропоте. Ропоте это молитва дьяволу. Представь, ты веришь в Бога, а молишься дьяволу. Ропщишь. Бог, почему не пришло? Бог, ты обещал, ты обещал. Тебе Бог говорит, подожди! Авраам такой говорит, я Бог что-то не понимаю. Это твое подожди сколько? Мне сто. Понимаете? когда люди говорят мне двадцать или я еще не женат или девушка я еще не замужем смеяться хочется. Авраам Бог говорит, мне сто. Бог с какой сын? Мне сто. Что твое подожди? Сколько ждать можно? Итак, мы видим Илья молился семь раз. И на седьмой раз. А представьте сколько это по времени пошло. Помолиться. может он еще паузу сделал проверил точно ли это слово от Бога. Пока юноша сбегал, пока спустился, пока он посмотрел и все это такое время тянулось, 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 тянулось. Слушай, если ты получил слово от Бога, это будет точно. Это будет точно. Точно так же, как вот сейчас день, точно так же наступит ночь, будет темно. Я обещаю вам всем, что сегодня будет ночь. Но ее еще нет. Но если ты подождешь, ты увидишь ночь. Ты увидишь ночь. Вот так же само Бог тебе говорит будет. Ты начинаешь ес, слава Богу, я верю. И начинаешь дать. А что делать? пока ты ждешь. Знаете, как я вычитал где-то выражение. Пока двери еще закрыты. Прославляй Бога в коридоре. Знаете, интересно написано, что евреям 6 глава 15 стих. Мы читали 11, 12 и сейчас 15. Итак, Авраам долго терпев получил обещанное. Просто представьте, Авраам получил обещанное. вот если вот так просто прочитать, да? Верь, ты получишь. Максимум это пройдет полторы минуты. Нет, написано Авраам долго терпел, долго терпев получил обещанное. А вот это долго терпев может быть твоя жизнь даже. И во время того, что ты долго терпишь, ты ожидаешь, но это не не исполняется. Ты дальше ожидаешь, но это не исполняется физически. Но внутреннюю уверенность ты имеешь. Авраам евреям 6.15 долго терпев получил обещанное. Иногда ты будешь видеть ответы на молитву сразу, ты будешь видеть чудеса молниеносные, ты будешь говорить, и это будет происходить, но некоторые вещи тебя заставят ждать, ты будешь ждать, и чем больше ты ждешь, тем лучше и качественнее вырабатывается в тебе плод долго терпения. Это плод святого духа, его невозможно купить, его невозможно приобрести, он приходит с процессом ожидания, 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 когда ты ожидаешь от Бога, и ты так благодарен ему, что ничто этому не помешает, ведь Бог сказал, и это будет. Бог повелел из тьмы воссиять свету, и свет воссиял откуда? Из тьмы. Там не было никакого света, но раз Бог говорит, из тьмы свет придет, значит ты оттуда и пришел свет. То, что Бог скажет, оно так и будет. Поэтому, что мы сегодня можем в заключении принять для себя? Получайте ответы от Бога, ищите Его Слово, ищите откровение, вера строится на откровении Слова Божьего. Когда вам Слово Божье открыто, значит Бог вам открыл, Бог вам сказал, и начинайте на этом стоять, начинайте прославлять, начинайте двигаться, идти в этом направлении. Бог Бог сказал своим ученикам, идите на гору Илеонскую, идите я вас встречу там. И они послушно пошли, и Он встретил их там, Он дал последнее наставление, и вознесся на небеса. Очень важно быть послушным, очень важно иметь взаимоотношение с Богом, и очень важно любить Бога без условий, без всяких контрактов, без всяких договоров, без всяких уговоров, без условной любовью возлюбил тебя. Он не сказал, если ты будешь хорошим, я люблю тебя, если ты перестанешь грешить, я тебя буду любить, или ты перестанешь роптать, я тебя буду любить. Он говорит, я любовью вечную возлюбил тебя, я буду менять твой характер, дай ему вещи некоторые не нравятся тебе, но он тебя любит. И так же мы, мы такие же должны становиться похожие на Бога. Мы что-то не понимаем, мы думаем, почему я такой, у всех верующих все классно, вот у него, вот у него, у него так классно, у него там река Святого Духа, у него чудеса, у него там то, известность, а у меня ничего, ни того, ни сего, реки слез только. Слушай, приди просто к Богу и скажи, Бог, ты мне сам нужен, ты самый мой дорогой подарок, и все, и люби его, ожидая его, прославляя его, и в своем окружении не допусти трагедии, чтобы кто-то остался без Христа, всем расскажи, просто расскажи, просто скажи так, я тебя умоляю, просто послушай меня, иначе я буду мучиться, я за тебя в ответе, просто послушай, Иисус пришел, умер за тебя, если ты поверишь в Него, обратишься к Нему, ты будешь иметь жизнь вечную, сделай это, но если ты откажешься, ты сам выбрал жить без Него, просто, просто как будто знаешь, тебе необходимость рассказать, ты переживаешь за Него, всем своим сердцем, аллилуйя, пусть Бог благословит вас, давайте мы сейчас помолимся,